всем очень нравится экзотические прослойки в тортах последнее время поэтому мы приготовим вместе с вами прослойку для нашего торта манго-банан берем пюре манго 90 граммов 6 граммов крахмала кукурузного смешиваем сахаром 20 граммов и добавляем в пюре тщательно перемешаем чтобы не было комочков после этого отправляем на плиту доведем до кипения и проварим одну минуту пюре должно загустеть и стать вот таким вот полупрозрачным горячее пюре добавляем набухший желатин 2 грамма предварительно заливаем холодной водой оставляем в холодильнике для набухания перемешаем чтобы желатин растворился в горячем пюре когда это произойдет добавляем банан 80 граммов нарезанные кубиками со стороной не более чем пол сантиметра осторожно перемешиваем можно перейти к перемешиванию лопаточкой и перекладываем в кольцо диаметром 14 сантиметров если вам нужно компоте большего диаметра то просто пересчитывайте количество ингредиентов мне нужен небольшой тортик поэтому я делаю компоте в таком кольце накрываем сверху пищевой пленкой и отправляем в морозильную камеру второй прослойкой в торте будет малиново-клубничный мусс для него в ковшик помещаю 40 граммов пюре клубники и 35 граммов пюре малины добавляю 30 граммов сахара и отправляю на плиту подержу на плите до растворения сахара в горячем пюре распускаю набухший желатин 3 грамма который предварительно взяла холодной водой 15 миллилитров перемешаю чтобы желатин растворился и оставлю в сторону чтобы пюре остыло до комнатной температуры пока пюре остывает взобью 90 граммов жирных сливок жирности 33 процента до состояния полу взбитые сливки напоминает подтаявшее мороженое остывшее пюре соединяем со взбитыми сливками и наш мусс будет готов и перельем наш мусс в кольцо диаметром 14 сантиметров накроем сверху пищевой пленкой и заморозим все начинки готовы собирать я торт буду из бисквита с подогревом рецепт его уже есть на канале ссылочка будет в описании под видео и также в описании под этим видео будет граммовки на 4 яйца я использовала бисквит на 4 яйца также я приготовила творожно-заварной крем рецепт его уже есть на канале ссылочка на него будет в описании помещаем один коржик на дно пропитывать свой торт я буду молочным сиропом нижний корж очень много не пропитывайте иначе потом из-под торта может вытекать даже сироп манго-банановая прослойка наша замерзла покрываю тонким слоем крема второй корж также пропитываем его это тоже можно коржик пропитать более обильно на них всегда кладите прослойки которые более плотные в данном случае это у нас мангово-банановое компоте а уже муссовую прослойку кладите самым последним слоем чтобы торт был более стабильным здесь у нас будет просто крем бисквитный корж и теперь уже мы сделаем снова крем и потом положим мусс так он будет у нас в безопасности на него не будет давить весь вес веса торта всего поэтому торт не деформируется мусс также застыл и кладем его не ровная сторона вниз а ровно вверх так будет удобнее потом выравнивать тортик тоненький слой крема и завершаем нашу сборку помещаем торт в кольцо после чего помещаем в холодильник на часов 6-8 чтобы торт хорошо стабилизировался можно поместить на ночь и потом уже можно будет приступать к выравниванию и украшению торта перезариваюсь мусс мусс нагручачиваю мусс мусс конечно же не забывайте пропитывать верхний коржик так как крем для выравнивания у нас такой более сухой обычно бывает чем крем для пропитки и верхний корж иногда даже может треснуть сверху вот здесь 5 и такая трещина из-за того что верхнем корже мало влаги а